В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Урок мужества прошел в Видновском художественно-техническом лицее. Абонистан это была граница нашего великого советского государства. Ташхизистан граничил там. В муниципалитете продолжаются благотворительные акции по сбору помощи участникам спецоперации. Это очень важно, когда на передовой понимают люди, бойцы, что их ждут живыми и здоровыми. В середине ноября во всем мире отмечается День педиатра. Заболевают часто. Период такой у нас начинается. И от педиатров, можно сказать, не вылазим. Они наши стали лучшие друзья. В Видновском художественно-техническом лицее состоялся урок мужества. Урок старшего поколения с молодежью проходил в атмосфере высокой активности. Речь шла о том, что впитывается с самых юных лет и проносится через всю жизнь о любви к родине. И ко всему, что связано с этим дорогим для каждого человека понятием. Инициатива депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Павла Русакова сразу же нашла отклик у администрации лицея. Урок получился интересным, насыщенным. Море вопросов на самые актуальные темы. Яркое там свидетельство. Общая наших ветеранов, то есть это наш кладезь знаний, информации и, скажем так, неких ценностей народных, мы пытаемся донести до детей какие-то определенные вещи, достаточно простые, но в то же время над которыми стоит думать и которые нужно разъяснять. С учениками девятого класса беседовал участник боевых действий в Афганистане, председатель комиссии по работе с ветеранами фонда правопорядок «ЩИТ» Валерий Бодряшов. Свидетель событий начала и конца 80-х рассказывал о том, за какие ценности боролись, чем жертвовали во имя мира. Афганистан – это была граница нашего великого советского государства. Таджикистан ограничил там. И даже были и до военных этих событий были нападения на наши погранотряды, попытки перевезти наркотики оттуда были. То есть обстановка была тревожная. Депутат Павел Русаков рассказал о современных угрозах и вызовах. Провел параллели между прошлым и настоящим нашего государства, играющего одну из ключевых ролей в мировой геополитике. Глубокое понимание исторических процессов через призму нынешних реалий помогает молодежи правильно ориентироваться в неспокойном 21 веке. А для этого необходимо больше читать, черпать знания, в том числе и складясь художественной литературы. Тамара Абидова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В муниципалитете продолжаются благотворительные акции по сбору помощи участникам спецоперации. На этот раз необходимые вещи собрали в Видновской школе номер 7. Учащиеся Видновской школы номер 7 откликнулись на предложение собрать помощь для участников спецоперации. Ребята приносили не только продукты питания и необходимые вещи, но и писали письма солдатам. Все, от 1 до 11 класса, дети все активно. Кто-то просто даже пару носок приносит, перчатки. Но все несут, несут и говорят, а когда повезут, они с ожиданием. И сегодня, когда мы сказали, что мы сегодня отправляем все вот эти вещи, наши посылки, вся школа у нас вот прям бурлит. То есть они хотят принять все в этом участие. Собранные коробки на линию фронта лично повезла организатор акции, волонтер Светлана Лобанова. Сложно представить, но это уже 44-е, с февраля поездка. Солдаты с передовой сами находят ее в социальных сетях и пишут, что им требуется. Каждый раз ребята находят меня в интернете и пишут, что им нужно списками. И прям по списку, все четко по списку мы все собираем. И машина идет именно туда, куда они просят. Один раз я попала там, где наши ребята, 21 человек только из Видного. В седьмой школе Светлана Лобанова ведет кружок волонтерского движения. Поэтому дети знают ее и доверяют. Кроме того, проводятся классные часы, на которых педагоги рассказывают ребятам о текущих событиях. Все с удовольствием приняли участие в этой акции. Мы писали письма, моя сестра рисовала рисунок. Поэтому все, кто смог, приняли участие. За 9 месяцев это уже третья акция по сбору помощи, которую провели в седьмой школе. Как учащиеся, так и руководство образовательного учреждения считают, что бойцы чувствуют их поддержку. Мы все отправляем нашим солдатам, чтобы они находились в тепле, чтобы у них не мерзли руки, чтобы они вкусно что-то покушали. Наши письма душевные дети писали. Это очень важно, когда на передовой понимают люди, бойцы, что их ждут живыми и здоровыми. Сотрудники школы планируют продолжать проведение подобных акций. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Депутаты Ленинского округа оказали адресную помощь семье мобилизованного. Павел Русаков и Максим Арапов по просьбе супруги военнослужащего закупили дрова для отопления частного дома и привлекли волонтеров, которые подготовили участок к зиме. Подробности в репортаже Юлия Пагасьян. У супруга Анны Морозовой Сергея с армией связано полжизни. Сначала срочная служба, потом несколько раз контрактная. Поэтому, когда президент России объявил о частичной мобилизации, вопроса идти ли защищать родину даже и не стояла. Не дожидаясь повестки, сам явился в военкомат и уже в конце сентября отправился на специальную военную операцию. Видно, остались жена и двое детей. Самостоятельно заниматься частным домом для Анны проблематично. Частный дом – это не квартира. Естественно, нужна помощь и по участку, и потому что необходимо приводить в порядок его. К зиме подготовка – это в первую очередь, наверное, нужно. Потому что, когда ты остаешься без мужской силы, достаточно сложно. Анна трудится в Видновской дирекции киносети. Когда генеральный директор предприятия Павел Русаков узнал о ситуации, принял решение помочь сотруднице. Вместе с коллегой по депутатской деятельности Максимом Араповым организовал закупку дров для отопления дома. На днях их доставили. У нас на предприятии, как бы лучше меня, знаете, что сотрудники превращаются все в часть единой некой семьи рабочей. Есть семья дома, а есть семья на работе. Вот у нас такая большая дружная семья. Главное, чтобы был отклик, чтобы люди чувствовали и руку государства, и руку друзей, близких и так далее. То есть, чтобы общество мобилизовалось для выполнения общей задачи. Также удалось привлечь волонтеров для работ на участке. Студенты колледжа Московия закрыли беседку, чтобы снег ее не испортил. Разгрузили машину с дровами, аккуратно уложили их в подсобное помещение. Все это без посторонней помощи супруга мобилизованного сделать бы не смогла. Это наш долг, да, ребятам не тяжело, и как бы они должны это делать. Поэтому мы стараемся не по два-три человека отправлять на такие мероприятия, а, ну, десять человек. Все-таки нам не сложно, мы даже рады помогать. Благодарность безмерная, как из той серии, что буду вечно помнить, по одной простой причине, что действительно это огромнейшая помощь. Уже позже за чаепитием организаторы акции договорились с Анной держать связь и по необходимости повторять такие благотворительные миссии. На сегодняшний день есть запрос на ремонт бойлера. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В рамках профилактической недели борьбы с экстремизмом сотрудники ОМВД России по Ленинскому городскому округу встретили со студентами колледжа Московия. Полицейские объяснили ребятам, насколько опасно может быть неаккуратное использование социальных сетей. Ведь по статистике именно там злоумышленники вербуют молодежь и настраивают на противоправные действия. Это у нас будет с вами плачевным исходом. Очень плачевным. Дети, попадающие в зону критики, будут забукалены. Вы меня слышите? Забукалены. Будет взята у вас не только отпечатки пальцев, но и еще слюна. И будете наравне стоять с особо опасными преступниками. На экране в этот день демонстрировался видеоролик о недопущении какого-либо проявления расовой и религиозной нетерпимости. Сотрудники ОМВД попытались донести до студентов, что сплоченность и единство наиболее правильное жизненное кредо. Полицейские напомнили ребятам об административной и уголовной ответственности за проявление экстремистских настроений и рекомендовали аккуратнее относиться к своим социальным сетям и общению с малознакомыми людьми. 20 ноября во всем мире отмечают День педиатров. В преддверии этой даты в Развилковской амбулатории прошел праздник, посвященный детским докторам. Побывала на нем и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Сегодня день детского доктора. Да, детский доктор называется педиатр. Вот мы сегодня все будем поздравлять. В Развилковской амбулатории ведут прием три педиатра. Именно в их честь был подготовлен небольшой детский праздник. Его участники знают, походы на прием к доктору бояться не стоит. Так когда к врачу приходишь, страшно? Нет. А почему? Потому что врачи добрые, и они всем помогают. Врачи-педиатры, работающие в Развилковской амбулатории, действительно без помощи не оставят никого. Естественно, их профессиональные и личные качества оценивают прежде всего мамы детей. Их оценки однозначны. С сентября по апрель посещаем каждый месяц педиатров, потому что время такое, заболевают часто, период такой у нас начинается, и от педиатров, можно сказать, не вылазим. Они наши стали лучшие друзья. Я была у всех трех педиатров, и всех трех педиатров я могу отметить как хороших специалистов, специалистов на свое дело. И каждый раз я знаю, что если у меня есть какой-то вопрос, я обязательно получу у него ответ. Наш педиатр, ее зовут Анна Викторовна, мы частенько к ней обращаемся. Но доктор очень грамотный, внимательный, добрая. Я считаю, такими должен быть педиатр. Упомянутая Анна Викторовна тоже приняла участие в празднике, но ненадолго. У кабинета уже собрались мамы с маленькими пациентами. Объем работы большой, в иные дни на прием записывается более 70 человек. Мне кажется, это самая лучшая профессия. Из детского сада хотела стать педиатром. Мама купила мне советский красный чемоданчик, в котором были все эти принадлежности медицинские. Поэтому выбор пал вот так. При том, что в семье у меня никого нет врачей. Подобные праздники призваны, в числе прочего, сформировать у ребенка отношение к лечебному заведению, как к месту, которого не стоит опасаться и где ему всегда помогут. Педиатры наши очень грамотные, очень добрые, доброжелательные, профессионалы своего дела. Очень любят детей. Я хочу поздравить всех педиатров Российской Федерации, включая своих любимых педиатров, с их профессиональным праздником. Завершился праздник, подготовленный сотрудниками Центра культуры поселка Совхоза имени Ленина, раздачей сладких угощений. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.